4 ноября россияне отметили государственный праздник, День народного единства. В торжествах приняли участие и славянцы. На главной площади города в этот день прошел праздничный митинг. Праздник 4 ноября – это дань нашей памяти о событиях четырехвековой давности. В далеком 1612 году народное ополчение освободило Москву от иноземных захватчиков, положив конец смутному времени в истории российской государственности. Люди разных национальностей, объединившись не по принуждению, а по зову души, отстояли свое отечество. Этот день еще раз напоминает нам, жителям многонациональной страны, что наша сила в единстве. На театральной площади города собрались молодежь, представители общественных объединений, представители национальных диаспор, политических партий и органов местного самоуправления, жители, чтобы принять участие в торжественном митинге. Собравшихся с праздником поздравили глава Славянского района Роман Синеговский и настоятель церкви Святого Саркиса Армянской Апостольской Церкви Отец Гевонт. Мы воспринимаем День народного единства как один из главных праздников, потому что для каждого из нас важно сохранение мира в стране, уважение к ее истории, укрепление государственности, духовного и экономического потенциала. Славянский район – это территория с прочными традициями добрососедства. Более 50 национальностей, которые проживают здесь, едины в своем желании уважать друг друга, работать на благо своей семьи, Кубани и России, вершить созидательные дела, любить свою родину, воспитывать в детях патриотические чувства, противостоять любым попыткам посеять рознь в обществе. В этом и есть залог благополучия нашей страны, основа счастливой жизни наших детей, главный смысл и главная идея сегодняшнего праздника. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и, конечно, успешного развития нашей страны. Сегодня день единства народов России, потому что это очень важный день для нас всех. Эта сплоченность народов, это все выходит от Бога для нас, потому что мы все это делаем с любовью, и сам Господь Бог есть любовь. Я от души поздравляю всех нас, чтобы Господь Бог дал нам этой большой любви духовной, чтобы мы смогли бы строить вместе мирную жизнь, мир во всем мире. Аминь. В нашем районе многие годы в мире и согласии проживают люди десятков национальностей, которые по-настоящему любят свой город, район, край, трудятся на его благо, сохраняя добрые отношения, воспитывая в детях и внуках патриотизм, отзывчивость, толерантность. Теперь важно такие добрососедские отношения не только сохранить, но и приумножить. И столь ответственная задача сегодня ложится на плечи молодого поколения. Наши великие предки, примером своей жизни, завещали нам заботиться о России, беречь мир и согласие о большой многонациональной стране. Сегодня наша талантливая молодежь, участвуя везде и во всем, увеличивает силу и достоинство нашей державы. Мы не забыли подвигов наших предков, мы не забыли их великие жертвы и великие победы. Мы помним о своем долге защищать нашу Россию и нашу историю. Сегодня мы с вами должны помнить, что мы сильны, если мы едины. Пусть этот праздник послужат по сознанию того, что Россия – наша общая родина, и ее будущее зависит от каждого из нас. По уже сложившейся традиции в дни больших государственных праздников юным славянцам в торжественной обстановке вручаются паспорта. День народного единства не стал исключением. Главный документ гражданина Российской Федерации из рук главы района и начальника отдела по миграционным вопросам получили 10 инициативных и активных школьников города. Праздничные мероприятия продолжил концерт на театральной площади, в котором приняли участие творческие коллективы городского Дома культуры. Моя земля, моя земля, мой край, мой отчий дом, моя Россия. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».